Смотрите, парка, парка. Вернулись вечером с работы, а дома встретил туман, рассказывают люди. Пар заполнил сразу несколько квартир нижних этажей. По словам жителей, неприятный сюрприз случился из-за очередного прорыва трубы. На этот раз подвело отопление. У нас все трубы гнилые, у нас постоянно аварии, у нас постоянно засоры, у нас постоянно аварийку. Это вот мы живем на первом этаже, и постоянно вот мы, я вызываю. Или МЧС, или аварийку. Самое страшное, что мокнут электрические щитки, говорят люди. По их словам, за пару часов в доме произошло несколько коротких замыканий, и едва не случился пожар. Опасаясь за свою жизнь, они обзвонили все инстанции. Однако ни тепловые сети, ни управляющая компания на ночную жалобу не отреагировала. Не спешила на помощь и аварийная служба. Не могла, аварийная служба сделала. Завтра с 8 часов целую бригаду слесарей будут направлять туда. Будут закрывать полностью весь дом, и нет лежак отопления. Целая бригада из двух человек, по словам жителей, утром все же прибыла. Правда, без инструментов и спецтехники. Между тем, ситуация к полудню лишь усугубилась. Как рассказывают жители, ночная авария здорово ударит по их кошельку. Квартирам теперь требуется ремонт. На первых этажах у всех отклеились обои и вздулись полы. Визит рабочих оказался безрезультатным. Пар так и продолжил гулять по дому, только теперь еще и по квартирам соседних подъездов.